приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в это видео мы с вами поделимся актуальной информацией и уделим внимание 19 ноября 2021 года поговорим о народном празднике о том что можно делать в этот день по народным приметам что нельзя ни в коем случае делать чтобы не призвать беду также сами проведем практику чтобы вас не обманывали это очень сильная практика которая помогла очень многим людям поэтому именно 19 ноября вы в этот день можете ее провести также обязательно уделим внимание лунному календарю друзья обращаем ваше внимание что 19 ноября это у нас и денежная полнолуние и начинается коридор затмений и лунное затмение в общем день 19 ноября для многих может быть таким днем очень кардинальным который может поменять вашу жизнь ног на голову поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и вообще прослушайте эту всю важную очень информацию а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации итак друзья начинаем с вами с народного календаря и народных примет на 19 ноября и так 19 ноября наши предки отмечали день павла ледостава и и день клавдии церквях в этот день чтили святителя павла он был патриархом константинополя также сегодня и вспоминают святую клавдию анкирскую которая покровительствовала домашней живности 19 ноября православная церковь и конечно же чтит память варлама хутынского основателя спаса преображенского хутынского монастыря который проживал в двенадцатом веке на территории новгорода в народе этот день назвали павлом ледоставом а также днем клавдии обычно к 19 ноября во всех водоемах вода сковывается льдом поэтому рыбаки начинали подготовку к зимнему лову рыбы доставались насти чинили их а при необходимости обязательно покупали новые клавдия анкирская покровительствовала быту и домашнему скоту коровам овцам козам куром а также отвечала за уют и достаток в доме поэтому именно сегодня хозяева 19 ноября особенно были внимательны к домашним животным по народным приметам если лошадь хорошо ела значит не будет болеть во время лютых морозов а корова дававшего дававшие 19 ноября много молока не оставит семью голодной будет хорошо доится также сегодня 19 ноября не ели мясные продукты для того чтобы не сердить клавдию иначе она может наслать болезни или другие неприятности среди женщин была традиция в день клавдии ходить к подмерзшему водоему чтобы набрать льда него приносили домой и обтирали им лицо считалось что именно он молодит и делает лицо более привлекательным 19 ноября это один из немногих дней когда можно было избавиться бит от беды и за клялся жизнью своей матери что вернет долг а сам так или и так и не отдал или же супруг желая оправдаться перед женой женой клялся детьми что не изменяет хотя только что вернулся от любовницы если такое происходило то нужно было провести специальный магический ритуал рожденные на павла ледостава люди были целеустремленные всегда добивались желаемого они никогда не отказывали в помощи другим решительные требовательные к себе и к окружающим людям талисман это талисман человека который родился 19 ноября это был опал камень успокаивает нервы помогает излечить болезни сердца выводит из депрессии отгоняет дурные мысли и защищает от меланхолии конечно же 19 ноября были и запрещающие народные приметы что нельзя было делать в день клавдии на руси всегда помнили одну важную примету что 19 ноября в день клавдии находиться вдали от семьи нельзя было иначе как сулят поверья весь год проведете в семейных ссорах и разногласиях тот же кто сможет быть рядом со своими родными и близкими у того не будет и противоречий с ними если же обстоятельства сложились таким образом что 19 ноября нет возможности быть с родными людьми то нужно хотя бы позвонить им и поговорить по душам также 19 ноября по народным приметам нельзя было проводить никакие финансовые сделки поскольку в народных верованиях эта дата считалась несчастливой в денежном плане наши предки в день клавдий даже никому в долг не давали и взаймы тоже не брали поскольку считалось что тогда после придется жить в бедности и лишениях 19 ноября нельзя было есть и мясные продукты тот кто ослушается запрета привлечет к себе неприятности и болезни в день клавдии следует обязательно употребить в пищу яйца и блюда из них тогда никакие болячки и недуги к вам точно не пристанут также же 19 19 ноября нельзя было отказываться и от обещаний очень важно нужно очень важно их выполнить именно сегодня если же это невозможно по какой-либо причине то нужно хотя бы приступить к их исполнению тот же кто проигнорирует свои обязательства потеряет удачу и успех до самого нового года не стоило 19 ноября и отправляться в дальний путь так как он принесет только разочарование и обманы лучше путешествия перенести было на другую дату запрещено в день клавдии который в народном календаре также называли павлом ледоставом преднамеренно ломать образовавшийся на реке лед иначе в следующем году не будет урожая хлеба и придется жить впроголодь не рекомендуется 19 ноября продавать сегодняшнее молоко тот кто так сделает вскоре останется ни с чем нельзя было рыбакам в день павла ледостава возвращаться домой без улова 19 ноября нужно обязательно поймать хотя бы одну рыбешку тогда зимняя рыбалка будет весь период удачной и сегодня именно 19 ноября вы можете провести ритуал это ритуал чтобы вас не обманывали если вы предполагаете что кто-то вас обманывает независимости кто это то тогда необходимо в любое время 19 ноября подойти входным дверям и эти двери трижды закрыть и открыть на нем замок при этом говоря следующие обязательно слова как этот замок открываю и закрываю так обманщика сразу узнаю не сможет больше мне солгать иначе беды ему не миновать и вы знаете даже те люди которые вас обманывали до этого момента до этого периода они даже придут к вам чтобы поделиться или как-то намекнуть или рассказать о том что они обманывали или вводили вас в заблуждение после нужно уйти трижды сплюнов через левое плечо вот такой друзья у нас с вами день по народным приметам 19 ноября далее друзья у нас лунный календарь на 19 ноября 2021 года друзья обращаем сразу ваше внимание что 19 ноября достаточно сильный мощный и достаточно коварный день будет для многих людей вы конечно спросите почему так дело в том что у нас 19 ноября полнолуние при этом это полнолуние будет денежная в знаке зодиака телец далее у нас с вами лунное затмение и начинается коридор затмений поэтому мы обязательно посмотрите у нас на канале есть видео к 2 касательно и полнолуние касаются и лунного затмения и коридора затмение что вы знали как вам поступать и что вам нужно делать в это время итак сегодня 19 ноября у нас с вами 15 и 16 лунный день друзья полнолуния в знаке зодиака телец сегодняшний день это день знаете будут для многих людей днем искушения обмана иллюзий и грехов этот день захлестнет нас всех шквалом своей энергии человек будет чувствовать обострение всех чувств и процессов которые происходят в нем причем проявлять себя с особой силой будут не только отрицательные качества но и также положительные так что только от вас будет зависеть какой энергии вы дадите выход в этот день интуиция достигнет своего апогея и все предчувствия этого лунного дня имеет свойство сбываться в самом скором времени обратите пожалуйста на это внимание сегодня нельзя допустить чтобы разум был в подчинении у эмоций иначе день чреват очень плохими событиями поэтому контролируйте сегодня каждое свое чувство каждую свою эмоцию которую вы проявляете на людях и не давайте отрицательным эмоциям захлестнуть вас вы спросите как это сделать во-первых работать над своим сознанием не нужно допускать черных плохих мыслей гоните прочь пессимизм и уныние и никому не никому сегодня не желайте зла помните что все плохое бумерангом вернется к вам же обращаем ваше внимание что этот день борьбы между тьмой то здесь самоуверенность нетерпимость на одной чаше гордыня вспыльчивость и светом на другой чаще у нас с вами будет любовь терпение и смирение и арены для борьбы будет именно ваше сердце сложность этого дня будет в том что вы сами решите каким станет этот день вашей жизни светлым или темным все зависит только от вас а такие вопросы никогда не решаются к сожалению легко ведь недаром символом этого дня является змея ядовитой и в то же время мудрая она гармонично сочетает в себе смерть и жизнь зло и добро тьму и свет умерщвление и возрождение причем как нравственное так и физическое помимо всего этого это очень хитрое животное поэтому не старайтесь соревноваться с ней в этом и друзья как мы уже сказали полнолуние будет знаки зодиака телец а в этот день луна поможет нам решить финансовые вопросы будет способствовать повышению благосостояния и возможности оставить что-то в наследство после себя но мы сможем найти энергетические физические и финансовые источники ресурсов благоприятствует формированию с вашего капитала также вы можете повысить устойчивость и уверенность в своих силой под воздействием луны в тельце у людей будет происходить смягчение души и начинают будет потихоньку проявляться нежность соответственно люди будут становиться более добрее и нежнее будет проявляться практичность и приземленность ума а для повышения и улучшения настроения следует скушать что-то вкусное и посмотреть на что-нибудь красивое сегодня постарайтесь все-таки усмирить свои эмоции и успокоиться соберитесь с духом укротите страсти свои желания начните укреплять самодисциплину очень хорошо в это время защищать других восстанавливать справедливость и быть борцом за свое счастье далее друзьям и немножко уделим внимание стрижкам в этот день потому что в сегодня многие будут уговаривать вас изменить внешность но будьте бдительны именно сегодня постарайтесь самого утра выглядеть хорошо почему дело в том что это задаст более позитивный тон всему дню волосы соберите в косу в пучок или вовсе оставьте распущенными никакие сегодня косметические процедуры или стрижки вас сегодня радовать не будут обращаем на это внимание химическая за завивка или ламинирование станут причиной мигреней что же касательно окраски волос если все равно очень хочется вам перемен окрашивайте волосы в темный цвет тогда неудачи от вас точно отступит что касательно прически на этот день то сделайте гладкую прическу и волосы выпрямите утяжком все это привлечет к вам позитивную энергию и поможет сбыться заветным желанием космическая энергия подарит вам активность и любые слова будут легко притворяться сегодня в дела